Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Главное, считай, тратил, как говорится, на себя. В итоге более 500 пострадавших и десятки миллионов ущерба. Константин Кравцов с подробностями. Где, что, куда исчезло, как. Вообще поразительно. Но это только, наверное, в нашем государстве возможно. Вопрос, где деньги лежат, для этих пенсионеров стал риторическим. Негосударственный фонд, куда люди несли сбережения два десятка лет, развалился в один миг, словно финансовая пирамида. Случилось это четыре года назад. Денег нет до сих пор. Вообще это было интересно, потому что вот наше предприятие, где я был руководителем, мы в целом предприятием всем расшли. И пенсионерам в нашем платили дополнительные пенсии. Это было интересно, это было нужно, это все верно. Но тоже ожидал. В итоге на скамье подсудимых бывший глава НПФ Николай Бедарев. Следователи выяснили, активы фонда Бедарев переводил на левые адреса и распоряжался ими по личному усмотрению. Статья звучит как злоупотребление полномочиями. Однако сегодня подсудимый утверждает, что виной всему финансовый кризис 2009-го. Испуганные люди в раз пришли за деньгами, но отдать все, да еще и с процентами, не оказалось возможности. Нужно было реализовывать активы, которые называются консервативными. В кризис консервативные активы продаются очень тяжело. Потом, по результатам исков, эти активы начали арестовываться, продаваться за бесценок, причем руками государства. А теперь уже совершенно очевидно становится то, что денег в результате этого на всех не хватит. Стоит отметить, за 4 года, что длилось следствие, Бедарев рассчитался лишь с половиной вкладчиков, выплатив около 40 миллионов. Сегодня по настоянию сторон обвинения и защиты снимать на видеокамеру весь процесс суд запретил. Николаю Бедареву грозит 4 года лишения свободы, но приговор судья огласит, скорее всего, не скоро. В деле около 600 пострадавших и нужно допросить каждого. Плюс к этому, состояние здоровья самого подсудимого из-за больничных заседания суда уже откладывалось три раза. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. В Хакасии за прошедшие выходные огонь повредил три автомобиля. В воскресенье рано утром на трассе М54 на территории Багратского района загорелся авто. Предварительная причина – неполадка электросистем, транспортного средства. По этой же причине горел автомобиль и в Усть-Абаканском районе. А вот в Саиногорске автомашине, похоже, загореться помогли. Вспыхнула «Лада Приора», припаркованная возле одного из домов. На момент прибытия пожарных открытым пламенем горел моторный отсек. Хозяина на месте не было. В результате двигатель полностью выгорел. Поврежденный салон. Специалисты предполагают, что причиной загорания автотранспортного средства стал поджог. Ведется следствие. Сотрудники Госкомитета по охране животного мира решили снова почувствовать себя настоящими тимуровцами. В рамках программы поддержки малых сел комитет взял шество над деревушкой Миндоль Ширинского района. Количество жителей здесь не превышает 50 человек. Помогать взялись не всем подряд, а только одиноким пенсионерам. Зато регулярно. Весной вспахивали огороды, летом пробили скважины и провели в домоводу. До этого зимой старики пользовались талым снегом. Всех обеспечили запасом дров. Последний визит приурочили к 7 ноября. Пенсионерам привезли продуктовые наборы, прибрались в домах, накололи дров. Также завезли стройматериалы, чтобы поправить избы. Практически во всех домах до сих пор деревянные крыши. С такими помощниками мне разве помирать захочут. Может вам пол помочь? Шифер привезли у Константина Евгеньевича, там изгрузили, заехали. Уж до весны, даже до зимы еще, весной приедем перекроем. Погода подвела, снег пошел, сейчас скользко. В седьмой школе Черногорска наконец-то ученики сядут за парты. Сегодня после долгого капитального ремонта она распахнула свои двери для тех, кто будет учиться и учить. Реконструкции подверглось все, от фундамента до крыши. На месте остались лишь стены. Открытие школы оставалось под вопросом до последнего дня. Еще вчера здесь вовсю шла работа, строители завершали отделку при свете фонарей, но успели вовремя. Хотя и со второй четверти, но дети начнут занятия в родной альмаматор. До этого им пришлось учиться в разных школах. Во вторую смену даже уроки были сокращенные. По родным стенам за долгое отсутствие успели соскучиться. Очень красиво, хорошо сделано. Ну и конечно же немало подождали, чтобы учиться в этой школе. Ну, отлично все сделали, спасибо. От старого здания остались лишь кирпичные стены. Строители заменили перекрытие, смонтировали кровлю, сделали современную перепланировку. Вся отделка выполнена в соответствии с современными требованиями. Все, кто у нас учились раньше и заходят сейчас в нашу школу, они просто ее не узнают. Выпускники, которые закончили два года назад школу, глаза, как говорят, по блюдцу. Потому что совершенно школа создала другая. Но чтобы праздник состоялся, на объекте кроме строителей работали и педагоги, и родители. Сегодня они получили грамоты от администрации города. Многие родители приходили, помогали убирать, мыть, ремонтировать школу. Помогали даже рабочим в процессе подвешивания цветовых ламп. Седьмой школе на будущий год исполнится 80 лет. Но строители заверяют, что после реконструкции старейшая городская школа простоит еще столько же. Победу на первенстве мира вновь принесла спортсменка из Хакасии Татьяна Зырянова. Чемпионка универсиады в Казани накануне стала лучшей в борьбе на поясах среди девушек и юношей 18 и 20 лет. Соревнования мирового уровня проходили в Карачаево-Черкесии. Соперники Татьяны представляли 15 стран, в их числе Израиль, Монголия, страны Средней Азии и Закавказья, а также Южной Осетии. Кстати, заслуженного отдыха после громкой победы не получится. Хакасская спортсменка уже отправилась в Башкортостан. Здесь 14 по 15 ноября также пройдет чемпионат мира по борьбе на поясах. В Абакане прошла уже ставшая традиционной читательская акция «Литературная осень в Хакасии». В Национальной библиотеке имени Доможакова с читателями встретились доктор исторических наук Борис Ковалев из Новгорода и красноярские поэты Ульяна Яворская и Тина Рибас. Насколько интересным получилось общение, расскажет Юлия Константинова. «Тает свеча в стакане, робкий овал дрожит плавя, что было ранее тех, кто остался жив в каторжных воспоминаниях». Именно декаданс, темная лирика, романтика, мистика сегодня интересны прагматичному современному читателю, убеждена Тина Рибас. Хотя есть у красноярской поэтессы и стихи философские, и женская ироничная поэзия, и лирика, сказки, притчи. Все это интеллектуальное богатство вместе с коллегой представила она в рамках акции на суд слушателей абаканских, белоярских, черногорских. «По Хакасии вот очень сейчас нравится выступать. Нам очень нравится здесь природа, местные жители, местные легенды. Мы с удовольствием почитали книги, какие успели за это короткое время. Но с удовольствием посмотрели достопримечательности». В общем, открыли для себя Хакасию. Открытием стали творческие встречи и для начинающих хакасских поэтов. Светлана Акатова, инвалид-колясочник, рассказывает ограничений много. Стихи и проза – это возможность расширить жизненное пространство, найти друзей, единомышленников. «Эта встреча, конечно, очень важна, потому что это, во-первых, обмен опытом. Я довольно-таки молодой писатель, и мне очень интересно, что могут сказать мои старшие коллеги. Во-вторых, хотелось бы просто послушать сюжеты, стихи, рассказы». Лекции. Впервые в рамках проекта «Литературная осень» в Хакасию приглашал науреат премии просветитель 2012 года, доктор исторических наук Борис Ковалев. Специалист в области военной истории по этому тема – культура в коричневых странах, радио, кино, театр на оккупированной территории в 41-45-х годах. «Хотя он и не литератор, тем не менее он книги пишет. Он пишет книги, научно-популярные по истории России этого периода и военного периода. И кроме того, он член Союза журналистов. В общем-то, это наш собр, так сказать, литератор». В его творческой копилке уже пять изданных книг. Сейчас работает над следующей. Задачу поставил амбициозную – раскрыть оставшиеся неизвестными страницы истории «Голубой» испанской дивизии во время Второй мировой войны на территории России. В планах поездки в заграничные архивы и по стране, в том числе с лекциями, интерес к которым сегодня огромный. Это были все новости на этот час. Сразу после выпуска смотрите рубрику «Интервью». В гостях у моей коллеги, ведущей программы «Вести события недели» Анна Ахпашевой, министр внутренних дел по республике Хакасия Илья Ольховский. А я с вами пока прощаюсь. Отличного вам начала недели. И оставайтесь на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова